Вы смотрите программу «Порнефтегаз». Она рассказывает о самых важных и интересных событиях, которые происходят на месторождениях общества и в его структурных подразделениях. С отчетным докладом о деятельности компании «Роснефть-Порнефтегаз» в 2014 году выступил генеральный директор Дмитрий Минин. Он отметил, что за прошедший год возросли объемы добычи нефти и газа, бурения новых скважин. Соответственно, вырос и уровень освоения капиталовложений. За 2014 год он составил более 20 миллиардов рублей. В этих направлениях планы на текущий год у компании остаются по меньшей мере на таком же уровне. На 2015 год и в ближайшую пятилетнюю перспективу здесь цифр нет, поскольку когда планировался этот год, конкретно 15-й и пятилетка, макропорендеры были одни, но сегодня ситуация экономическая и политическая на мировом уровне, она несколько изменилась, и компания еще раз внимательно смотрит, переоценивает эти цифры показателей. Но тем не менее, тот уровень, который достигнет у нас на сегодня, он к снижению не планируется, и планируется только развитие как добычи, так и реализации нефти и газа. В части выполнения экологических задач завершена программа по утилизации попутного газа. Проводится рекультивация земель и реконструкция трубопроводов. Наряду с ростом эффективности производственных и экономических показателей, большое значение в компании «Роснефтьпорнефтегаз» придается человеческому потенциалу и решению социальных вопросов. К ним относятся профориентация и подготовка квалифицированных кадров, благотворительная помощь общественным организациям и образовательным учреждениям. Активное участие принимает компания в благоустройстве, общественной и культурной жизни города. Как отметил в ходе дискуссии Валерий Лебедевич, в рамках разработанной стратегии устойчивого развития города на период до 2020 года, компания «Роснефтьпорнефтегаз» является одним из основных источников человеческого потенциала. В ней сегодня трудится около 4000 специалистов. Я благодарен за ваше участие по реализации отдельных каких-то проектов, как общегородских акций, так и непосредственных предприятий. Получил информацию, что вы намерены по текущему году это продолжить. Я думаю, что в целом, и в чем я ставлю задачу перед всеми остальными, и бюджетными организациями, и малый и средний бизнес, чтобы это стало нашим образом жизни. Чистота, порядок, аккуратность, вопрос озеленения – это та среда, которая формирует и культуру человека, настроение его, и активное участие в жизни города. Конструктивный диалог по вопросам взаимовыгодного сотрудничества состоялся у руководства компаний с руководителями органов местного самоуправления, общественных организаций, учреждений образования. В ходе него прозвучали пожелания и предложения, такие как социальное шефство и привлечение к сотрудничеству местных предпринимателей. Генеральному директору Дмитрию Минину вручили благодарственное письмо за помощь и поддержку от общественной организации возможности без границ. Высокая оценка специалистов заслужил уникальный проект сотрудничества бизнеса и образования. Замечательный проект, созданный по инициативе «Порнефтегаза» – это центр управления карьерами, который позволяет детям профессионально самоопределяться. Этот проект стал образовательным брендом образования Ямало-Нескоавтономного округа. Наряду со всесторонней положительной оценкой деятельности компании «Роснефть-Порнефтегаз» в регионе, руководство приняло все высказанные замечания и предложения по вопросам сотрудничества к рассмотрению и дальнейшей реализации. Как отметил в заключении Дмитрий Минин, за круглым столом состоялся по-настоящему содержательный диалог. В Доме культуры «Олимп» очередная премьера. К нам в город приехали именитые московские артисты. К их концерту зритель подготовился. Многие могли рассказать о творчестве и репертуаре хора Сретенского монастыря. Сретенский хор, он очень славный на всю Россию своими песнопениями, своими такими красотой и благолепием пения. И вот поэтому мы и сюда пришли. Смотрела в интернете множество роликов, множество песен, которые исполняются. Очень понравилось. Все это на видео. Думаю, вживую это будет вообще непередаваемые ощущения. Перед губкинсами выступили музыканты и исполнители, которых можно было без преувеличения назвать виртуозами искусства. На сцене мужской хор Сретенского монастыря совместно с государственным академическим русским народным ансамблем «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Всего 36 человек. Концерт начался с летописи Великой Отечественной войны. Многие песни, звучавшие в этот вечер, были всем известны. Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой и лекаре. В концертной программе 22 музыкальные композиции. И это настоящий праздник живой музыки. А подарила его губкинсам компания «Роснефть». Проводит данное мероприятие компания «Роснефть» в регионе присутствия. Посвященный концерт московского хора Сретенского монастыря 70-летию Великой Победы. Кстати, они в нашем городе уже второй раз. Первый раз они приезжали два года назад. Давали похожий концерт. О хоре Сретенского монастыря известны 17-го столетия. Сегодня основа хора студенты Сретенской семинарии. А также выпускники Московской академии хорового искусства. Каждый исполнитель обладает уникальным голосом. Этот концерт – духовный концерт. Он обогащает душу. Я хочу сказать, мы вообще любители концерта. А хоровое пение мы обожаем. Мы так отошли от Бога. А этого делать нельзя. У меня диск дома есть. Слушаем с своими детьми. Слушаем с как бы прихожанами некоторыми. То есть, действительно, есть на что посмотреть, что послушать и порадоваться. В память о концерте и встрече с легендарным коллективом в холле Дома культуры «Олимп» можно было взять компакт-дист с песнями хора Сретенского монастыря. Долго не смолкающие овации не отпускали со сцены музыкантов и участников хора. Концерт оставил неизгладимое впечатление у зрителей. Вопросом здоровья сотрудников на предприятии «Роснефть-Порнефтегаз» уделяется немало внимания. Для работников предусмотрено оздоровление в санаторно-курортных учреждениях. Приобретаются абонементы в бассейны и тренажерные залы. Недавно было организовано обследование специалистов-онкологов. На этот раз сотрудники предприятия смогли пройти кардиологическое обследование. Здоровое сердце у сотрудника – это прежде всего его работоспособность, это хорошее настроение, его отдача, производство. Это минимум больничных листов. Для проведения обследования были приглашены специалисты медицинских учреждений города. В холле административного корпуса с 9 утра все желающие, а их оказалось немало, могли пройти экспресс-диагностику, получить консультации и рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Наши сотрудники очень хорошо, активно откликнулись на данную акцию. Очень большое количество уже работников прошло. Мы определяем антропометрические данные, то есть вес, рост сотрудника, определяем индекс массы тела, затем определяем артериальное давление, чистоту сердечных сокращений, насыщенность гемоглобина кислородом, затем жизненный объем легких, спирографию проводим. Следующим этапом у нас идет экспресс-методы определения гемоглобина в крови и холестерина в крови, и консультация врача-специалиста. Кроме этого, на третьем этаже можно было сделать кардиограмму. А во всех корпусах предприятия для работников было приготовлено несколько видов витаминного фито-чая. Как отмечают медики, сегодня сердечно-сосудистые заболевания стремительно молодеют, поэтому эффективность экспресс-диагностики достаточно высока. Здесь важное значение имеет выявление факторов риска, прежде всего, у населения. Это, прежде всего, уровень холестерина, артериального давления, избыточности массы тела, определение. В данном случае у нас проводится оксигенация тканей, то есть оксиметрия проводится у нас. Я считаю, это достаточно эффективная методика для выявления контингента пациентов, которые нуждаются в дальнейшем. Сегодня у меня такой просто удача и счастливый случай, что была возможность и кардиограмму снять, и анализы крови сделать контрольные, и получить рекомендации доктора, еще дополнительное, какое мне нужно, обследование. Во вседневных заботах многие часто откладывают поход к врачу до появления тревожных симптомов. Для работников предприятия акция «День здорового сердца» стала возможностью за короткое время пройти эффективное обследование и оценить состояние здоровья своей сердечно-сосудистой системы. Такие мероприятия, как сейчас, это нужны, ввиду того, что мы не всегда самостоятельно входим в больницы, посещаем, а здесь возможно хотя бы элементарно пройти. Я сегодня прошла консультацию врача-кардиолога, прошла экспресс-диагностику, также попробовала, продегустировала фито-чаиз с успокоительными эффектами. Мы очень рады, что такое мероприятие проходит сегодня у нас. Всего кардиологическое обследование прошли 150 сотрудников предприятия «Роснефть, Порнефтегаз». Практику проведения таких профилактических мероприятий нефтяники планируют продолжать и в будущем, поскольку, по словам медиков, рецепт здоровья прост. Помимо отказа от вредных привычек, рационального питания и активного образа жизни, это еще и регулярное обследование. В обществе с ограниченной ответственностью «Роснефть, Порнефтегаз» завершился второй этап корпоративного осмотра конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии». В нем приняли участие более 100 представителей 12 профессий. Это победители первого этапа и лучшие специалисты в своих цехах. Для участников это возможность оценить свой профессионализм. «В первую очередь хочу проверить себя, проверить свою квалификацию, свою трудоспособность, ну и пообщаться и посоревноваться». «С самого утверждения, что что-то мы знаем, чему-то нас учили». В номинации «Лучший оператор по добыче нефти и газа» участникам предстояло в практическом задании заменить кленовидные ремни при водостанка качалки. Сложность испытания в том, что все действия конкурсантам необходимо комментировать. «Снять балл, возможно, за невыполнение одного из пунктов, скажем так, тех процессов, которым должен руководствоваться оператор при замене ремней и осмотре станка качалки при своем докладе. Здесь главное не волноваться. Они эту работу делают, можно сказать, не много раз делали. И основное – это теряются и не называют. Здесь самое важное – называть операцию. Даже если он сделал это, но необходимо озвучить ее, чтобы жюри зафиксировали и поставили балл. И полностью операцию. То есть одна операция, например, включает в себя несколько подпунктов. Там, например, если одну не озвучил, один подпункт, то, соответственно, полбалла и так далее. На выполнение задания каждому участнику отводится один час. За всеми действиями конкурсантов следит специально созданная комиссия. За каждую операцию конкурсант получает баллы. За практическое задание претендент на звание лучшей профессии может набрать максимум 70 баллов. Все прошло хорошо. Опыт дает о себе знать. Как говорится, молодым все дело на здоровье. Они опережают нас и будут стремиться сделать больше результатов, лучше результатов, чем у нас. Удача везде должна присутствовать, а профессионализм должен, обязан быть всегда. То есть человек должен учиться и на ошибках. Оператор управления добычей нефтегаза и газового конденсата Харампурского месторождения Данил Борисов работает в нефтяной сфере уже 7 лет. Он вырос в семье строителей, но выбрал профессию нефтяника. И, как показало время, Данил сделал правильный выбор. Конкурс «Лучай по профессии» для Данила – первое испытание в его профессиональной деятельности. Но нефтяник полностью уверен в своих способностях. Мне нравится здесь. Очень интересная работа, очень насыщенная работа. Вся бригада, 20-я бригада фестивального месторождения на Харампурском месторождении. Они все меня учили. Я считаю, что отучили нормально, отлично. В общем, готов я. По итогам отборочного этапа смотра конкурса выбрали 12 лучших специалистов. Им предстоит защищать честь своего предприятия на финальном этапе смотра конкурса «Лучший по профессии», который пройдет в октябре в Самаре. Мальчики в галстуках, девочки в нарядных фартуках и с бантами. И грустно и радостно на душе одновременно. Сегодня последний звонок у Роснефть-класса. Выпускники профильного класса 4-й школы прощаются со своими шефами. Благодаря проекту Роснефть-класс мы ощутили всю значимость полученных знаний, которые пригодятся нам во взрослой жизни. Представители компании активно сотрудничают с нашей школой и вкладывают неоценимую пользу в формировании наших взглядов на будущую профессию. Кто-то из нас обязательно станет экологом или химиком-технологом, программистом, экономистом или нефтяником. Мы пойдем учиться дальше, чтобы вернуться в родной город настоящими специалистами и стать полезными обществу и нашей стране. Программа Роснефть-класса реализуется на протяжении 7 лет. За это время профильное обучение еще в школе получили 170 выпускников. По словам директора школы Тамары Поляковой, на сегодняшний день у города Губкинского и Красноярского края лидирующие позиции по количеству поступивших учеников в профильные вузы. Спасибо нефтяной компании Роснефть за целевые места. В этом году заканчивает первые целевики горный университет. И все они практически за исключением одного и ту, потому что ему предложили место в аспиранторе, возвращается в Роснефть-порнефтегаз. Я думаю, это общая победа и школы, и порнефтегаза. Между тем реализуемый проект «Центр управления карьерами», созданный совместно управлением образования с компанией Роснефть-порнефтегаз, является уже неким брендом округа. По словам Тамары Юрьевны, на основании нашего опыта в этом году профильные классы будут открывать и в школах столицы округа Салихарди. Ежегодно выпускаются ребята, которые имеют не только высокие показатели в обучении, но, как правило, это очень разносторонние выпускники, занимающиеся в спортивных секциях и в каких-то студиях, и просто имеющие активную жизненную позицию. И все это говорит о том, что усилия, которые были направлены на успешную реализацию этого проекта, они не напрасны. Благодаря Роснефть-классу у меня появилась очень хорошая возможность поучаствовать во многих выставках, инновационных выставках нашего города. И не только в городах, но и в округах. Благодаря моей учительнице по информатике, Литвиновой Светлане Васильевне, она мне помогала это делать и моей команде. Мы сделали робота, который мы представляли на нескольких региональных и городских выставках и конкурсах. Между тем, стоит отметить, что для того, чтобы попасть в профильный класс, ученикам приходится проходить конкурсный отбор. Практически все ученики Роснефть-класса не только желают связать свою будущую профессию с нефтегазовой отраслью, но и показывают хорошие результаты в обучении. Для многих из вас этот день очень волнителен. Я знаю почему. Чего боится практически каждый человек? Это неизвестность. А в будущем все кажется таким туманным и неопределенным. Я помню это чувство по себе. Но я уверен, вы сможете преодолеть все препятствия, которые на вашем жизненном пути станут. Я надеюсь, что вы успешно поступите в учебное заведение, которое вы выбрали. И в будущем я увижу вас в наших рядах нефтяников и газовиков. На протяжении 10-го и 11-го классов ученики посещают производственные площадки, выезжают на месторождения, общаются со специалистами. А за отличную учебу получают премию. Так, за этот год было выплачено порядка 500 тысяч рублей в качестве премии старшеклассника. Я очень надеюсь, что тот выбор, который вы сделали, вы достойно его пройдете через годы учебы в высшем учебных заведениях. И, конечно, сегодня город хочет, чтобы вы, безусловно, вернулись в ряды нефтяников, газовиков, тех специалистов, которые будут и дальше развивать и производство, осваивать новое месторождение, также обустраивать наш любимый город. В этом году 27 выпускников. Из них 5 претендентов на медаль. 90% выпускников заканчивают школу на 4 и 5. 7 обладателей грантов главы города. Из них 5 грантов в номинации учебно-исследовательская деятельность. Выпускники признаются, что свой последний звонок это еще одна хорошая традиция, которая соблюдается именно в Роснефть-классе. У нас было торжественное посвящение, то есть, так сказать, открытие этого. И торжественное закрытие. Там, где мы начинали свой путь в Роснефть-классе, и мы поставили восклицательный знак, что мы этот путь прошли, и прошли его успешно. Это очень важно для нас, потому что мы учились два года в этом классе, и этот класс нам стал родным. И это, конечно, очень волнительно. Вот это все было. И мне кажется, это нужно было. Мы прощаемся сначала с Роснефтью, вот именно нашим всем, а потом уже со школой. Об успешной реализации проекта говорит и тот факт, что институт имени Губкина в Москве, Тюменский, Нефтегазовый и Уфимский предложили в этом году целевых мест больше, чем губкинских выпускников Роснефть-класса. Два, три! Редактор субтитров А.Семкин